дорогие друзья здравствуйте дмитрий смирнов и мы продолжаем нашу рубрику обзор тура только вчера закончился третий тур медийной футбольной лиги и сегодня нас в гостях для этого человека в медийном футболе все знают уже и за пределами единого футбола шамиль курбанов или просто шама как его все знают нашим комьюнити спасибо большое что пришел на днях всех огорошиваем такая новость для меня она была честно говоря таким легким шоком ты сейчас уже не в титании расскажи не могу не задать вопрос и расскажи как насколько для тебя неожиданно я понимаю что неожиданно ну как это вышло вкратце не надо естественно никаких подробностей из всех приветствую спасибо что пригласили всегда рад содействовать и помогать спасибо начинание тем людям которые я очень симпатизирую вот касаемо отставки но в целом этот такой неожиданный поворот был для меня естественно какие-то мысли были изначально что начал подозревать потом вроде успокоился потому что меня заверили о том что мне то что там мысли таких даже нету и потом случилось так как случилось в итоге я понял что перед игрой когда ко мне начали подходить люди из другой команды даже не из моей начали задавать вопрос о том что расскажет правда да со скоростов правда что это для тебя может быть последний матч я сказал ну видимо вам виднее я говорю меня никто об этом не не уведомил даже говорю намека на это не было вот но какое-то ощущение странное было почувствовал я на тренировке после игры с амкалом мы дали выходной среду собрались и какое-то вот ощущение ты как-то не знаю интуитивно знаешь вот есть для такой чуйка такая вот хоть я еще не такой опыт и не так много работают только все в рамках медийной футбольной лиги но все равно знали видел как это происходит механика в проффутболе когда игроком был опыт есть в этом наблюдателя ну все и перед игрой вот артем сергеевич мы не я ему так смски так тексте написал просто телефон дал он так повернул я говорю вот так вот так он такой это ничего страшного я говорю давай нам надо победу говорю ребята тут вообще ни при чем я за наших пацанов потому что мы команда действительно очень любили очень близких отношениях с ребятами со всем были есть и будем я уверен вот я понимал что мы-то люди ответственные мы хотим любом случае победа она нужна и мы принципе верили в то что она произойдет это что там осечки на первых вот так вот первых турах ну для меня для меня на дистанции это не было не было явно какой-то проблем я даже отлично от себя скажу что не были осечки вы просто играли действительно сильными соперниками fight nights понятно ну и амкал в меньшинстве тайм играть но это вы еще при этом мы создали два голевейших момента сколько эпизоды решают забей там у паши диабальда хороший момент потом вы с прострелом забивали ну да результат другой и все это не осечки это просто так стечение обстоятельства можно сказать да принц так не так числа подобрал потому что действительно первые два тура очень серьезные fight найтс и амкал серьезно поняла ска ростов на первые дуры да и потом уже ска ростов но в этой истории тяжело воспринимать то что твою работу воспринимает как яма и называет победу нацка первую очередь мне не обидно за то что нас обсказали я просто этим не согласен и все это идет обесценивая обесценивание работы пацанов которые в таком матче выиграли и говорить о том что мы мы там два спинати забили честно для меня во первых читаю мы там выиграли все здорово читаю следующие мысли и там телеграме какой-то новость шамы типа там уволен так про я прямо читаю не могу поверить думал степ какой-то ну может это машине медику поднять или потому что посадить после победы ну ладно там банк обыграли не в обиду банкина условно какой-нибудь но обыграть ска в юнышем состоянии хорошей команды и уж говори что по игре яма но это там совсем ну да и получилось так что сначала все как-то мимо ходили ничего не говорили а мы после игры всегда там остаемся чуть общаемся по ходу матча как сыграли там там такой легкий мини разбор втроем вместе с штаб собрались моменте раз приходит уже арчи обратно возвращается сначала попрощался потом саша вернулся и вот ну вот нам сказали со слов то что мы там руководством решили вот так вот так сделать и подправить вас там потому что и вот этот комментарий мы в яме я встал пошел я говорю все но на этом как в этом примере понимаешь насколько тренерская такая доля да она бывает жестокая землю да еще год назад ты победитель ну ты выиграл чемпионат титан в том сезоне в полуфинал но хороший результат окровенно вы и брокен за два сезона стабильно выходили в полуфинал мы еще в принципе забыл про нас не стоит и тут такая новость после трех туров и еще заговор что которые они не были ничем критичны до 100 процентов потому что с нами вот первая игра я помню забейте у вас были два-три хороших момента забейте все другая совсем история тут в отставке принципе не удивить удивительно что нет футболистов меняют на тренеров тоже могут поменять вопрос как это делать я понимаю что себя работал словно был новый человек в титане и меня бы там убрали вот таким образом что нас связывает я наемный там работник пришел отработал но когда ты очень много лет относишься к этой команде я еще играл был фэйл очень много лет потом я с титаном еще игроком успел в мфл зайти когда пообещал что один сезон сыграя после этого тренером ну как будто бы это надо более как-то по-человечески откровенно говоря титана сколько все время слышу они там говорят о каких-то ценностях что мы очень ценим и там дрожим теми людьми которые с нами давно так как ты а кстати переход от футболиста главного тренера насколько тяжело дался вот еще вчера ты с ними условно делил хлеб а сейчас ты руководишь ими там подсказываешь где-то ругаешь где-то пихаешь насколько тебе легко и далось на самом деле очень достаточно легко потому что вот мой первый опыт был это мкс 2 состояние чего обычного главным тренером был я начинал за них играть на первом тестовом турнире лига f который василь уткин как раз организовывал с геркусом я заявили меня в последний момент начал с гоши нуру здание чала начали двигаться как раз пандемия была я поступил на c я как-то с вами играл 8 на 8 каком-то формате товарищеской игры еще за спортсмену я там какие-то дворовых дворовых собирались этом пришкольных полях и мы как-то играли вот и начал мне дали команду шам я как раз отучился какие-то базовые знания получил плюс опыт свой там небольшой есть футболисты и как бы почему нет я начал работать мне как-то легко но я всегда старался устраивать работу с ребятами такой наверное это не совсем правильно для тренера слишком заближаться с игроками что процентов конечно не вот но вот у меня на какой-то такой волне складывались все сезоны вот и в бейсменде в мфл первом сезоне и в ничего обычного то же самое было но я когда всегда мог остудить ребят но в целом я относился к ребятам так что ко мне уважительно относились и они сами понимали что субординацию тоже надо соблюдать и так получалось что карта на карту ложилась и никаких там каких-то разногласий не было понятно что по стечению там времени когда там дальше уровень начал расти какие-то моменты возникает уже чуть сложнее то есть ты понимаешь что вы вроде за полем там друзья но здесь немножко другие отношения где-то бывало какие-то там маленькие такие микро конфликтики происходили но это всегда в процессе разговора я всегда решал то есть но я очень люблю общаться с ребятами я всегда готов пойти навстречу вопрос в том то что я пытался добиваться от них понимание ситуации чтобы они понимали не только себя потому что я знаю что футболист я ощутил это на себе по истечении времени что футболист думает как эгоист а знаете есть такая куда футболиста не целуй везде жопа королевская фраза великими людьми до нас придумано нет я на самом не знаю как дыши команды но из титана я многих людей знаю и все кто пацаны говорят но они говорят что именно в титане атмосфера мобическая а я считаю что особенно медийный футболе атмосфера это там одну из тех ты за счет чего ты говоришь это внутренний сам это знаешь потому что ты добивался результаты и атмосферу тебя было конечно важен тренерский штаб из первого сезона я заходил как одиночка и это было прям катастрофично тяжело одному тренировать 30 человек я вот в ужасе плывешь на тренировках а потом уже начали переходить и конечно тренерский штаб который в титане образует тоже люди из титана и иван сергеевич артем сергеевич вот они вообще были моим тренером в третьем сезоне и у нас прям очень великолепное трио 3 очка продакшн я уж как ваш соперник чем мы с вами играли постоянно я даже там просто просматриваешь игре я вижу как вы прям действительно вы синхронно работаете либо во время этих тайм аутов этих когда вот там кто-то на доске показывает одному то другому вас это есть это у нас нет такого знаешь что кто-то куда-то лезет конечно есть у каждого правого голоса бывает спорим там что-то ругаемся не согласна но у нас все четко мы всегда приходим чем-то одному и приходили успей забрать свой бонус до 26 сентября только в сентябре наши друзья раздают бонусы абсолютно всем переходи по ссылке закрепленных комментариях и испытай свою удачу с твоего позволения перейдем непосредственно к обзору нашу наверно большинство из вас знают что шама сам ведет обзор очень хорошо это делает поэтому тебе как говорится карта в руки давайте вкратце мы рокеты с с банкой первая игра давай здесь просто на словах без видео потому что ну как по мне я прям просто дифирамбов напил банки прям после двух туров особенно по старой игры будет команда атакует более-менее организованно здесь видно когда рокеты собрались максимально не расслабились не как сказать не расслабили булки при счете 2-0 тут конечно вели до результата здесь конечно в одни ворота поэтому рокетом в респект ну в принципе об этой игре так как бы я особо ничего не скажу дополнительно шан твои ну мои ожидания оправдались я предполагал что будет такой разносик а теперь игры перед первой игрой нет то есть но перед первой игрой я предполагал что победит рокетим ну да но я не думал что про это так но опять же красный мяч кашай вещи неразделимые знакомая история да ну и понимание было когда ты играешь второй раз с одним и тем же соперником во первых хорошо не надо готовиться есть возможность изучить какие-то детали которые нужно поправить для того чтобы достичь нужного результата тем более сергеич умеет владеет практикует вопрос первой игре была проблема в интенсивности и конечно чуть-чуть качестве в атаке в этой игре ну понятно что они уже прям наглую превосходили и рокетом не составляла труда играть в атаке и ну и банка чуть не то то игра была более эмоционально и да это игра достаточно более уже на фокусе была и известен прекрасно понимал уже после первой первой встречи какие слабые места и соперника это было лишь вопрос такой знаешь реализации тут футбол играет две команды и когда рокеты опять же забил два гола они немножко чуть-чуть расслабились было видно по первой по первой игре я имею ввиду что где-то не доработали где-то проиграли борьбу и вот такие моменты переломают а здесь они поняли что второй раз такой не может уже пройти идут прям добивали еще понимание того что у сергеича у игоря но у него есть определенные требования и они достаточно такие интересные всегда и видно было по той встрече что еще совсем никома команда не совсем их приняла то есть это все знаешь процесс длительный это работа это прививание чего-то и в этой игре я вот смотрю на них от игры к игре лучше понимания поэтому ты кстати было да у созвездного сборной да как тебе вообще-то мне очень понравилось сергеичем он такой знаешь фанатик очень интересные очень глубокие мысли мне прям слушать его всегда да интересно его какие-то задумки как он высказывался какие-то комментарии мнения я прям кайфанул вспоминаю эту игру жалко да могли зацепить там хорошая игра по качеству был какой-то момент до втором тайме чуть просили а так по качеству очень хорошо чистый питер где медиа верховнороги и вторая игра что скажешь результат удивил удивил тебя не знаю вот с одной стороны старте чистый питер я от него чуть большего ожидал вот как будто команда на одна из немногих которые узнаешь как-то вот серовато пока выглядит у кого-то какие-то знаете такой кого-то кидает прям вау игру кто-то проваливается они вот как-то серо средний уровень не скажу что где-то проваливаете и как то вот серовато и ты понимаешь что ну игры такие ну как вот сложится при этом вроде как бы и моменты есть но и при этом игра не прям таких кит запоминающиеся ну и в этот они вот расточительно в плане завершения. Это да, потому что они создают, они много создают, много играют в атаку, моменты есть, но забить пока не могут. В смысле, они не могут реализовать то, что имеют. В этой игре такая же история, они создавали, давили. Ну, тут еще надо учитывать, что Демедио только в среду поняла, что им ехать в пятницу играть в Питере, наверное, тоже. Они, мне кажется, там и булыга не доехала, насколько я смотрел трансляцию. Воспользовались одним из немногочистых своих шансов Демедио. Питер был сильнее в целом по игре, второй тайм вообще не давили. Ну, я хочу, кстати, комплимент Демедио. Ну, это как и факт, и комплимент. Она одна из тех команд, которая играет вот такой своеобразный футбол, я вот, знаешь, называю такой некий усыпляющий. Там очень много мастеровитых футболистов, не в лучших, так сказать, физических кондициях, но уровень исполнительского мастерства позволяет им расставляться, качественно переходить из зоны в зону, из первой в третью, из обороны в атаку, и они это делают хорошо, и те команды, которые дают им это делать, в последствии на этом обжигаются, потому что с Демедио надо стараться постоянно держать темп, потому что в этом темпе им становится тяжело. Все верно, я тоже заметил. И они проваливаются. Тут вот так и произошло в моменте, да, инициатива, чисто Питер владел преимуществом, вроде так, агрессивней, но потом немножко сбавили оборотики, и Демедио вот так вот начинает потихонечку нащупывать. Вот ребята там действительно мастеровитые, классные, которые могут и передачу отдать, и правильно, хорошо повзаимодействовать. Шикарный гол, передача, вбежал в свободную зону, прокатили прям с учебников, да. Но во втором тайме сейчас Питер взвинтил скорости, давился, дал моменты, но, к сожалению, не для Питера, к сожалению, не смог откритать, и проиграли. Поэтому смотрим за ними дальше, а Чистер и Питер точно ждем больше, ну и, наверное, Демедио тоже. Демедио еще свои очки наберет, я уверен. Я это еще говорил, когда у них ноль вместе с Титаном было, теперь уже не ноль, но я думаю, что... Но они попали под десятку в первом туре, там на разных скоростях играли. Все, переходим к следующей игре. И теперь игра для тебя. На данный момент последняя составит Титана. Я еще там. По голове Титана, ты еще там. Давай, я деснаю больше тебе слова. Прям такая хорошая, вязкая игра. СКА мне очень понравилась в первых играх. Она в первом тайме, как я считаю, сильнее броуков играла. Играли в давление. Броуки, понятно, использовали свободный зон, играли правильно, но они не дали им разбежаться в целом так. Здесь тоже такая хорошая игра по качеству такая, скажем так. Ну и в первой игре они вообще выиграли. Давай, больше тебе слова. Ну я серьезно готовился к этой игре. В основу, конечно же, я брал игру против броуков. Было прекрасное понимание того, что очень команда агрессивно играет в атаку. Постоянно за счет флангов старается, ну, сдергивать, выдергивать, создавать себе пространство. Всегда нацелено на доставку мяча штрафную, и при этом очень хорошо середина поля выглядит, потому что треугольник у них крутился. Всегда два центральных полузащитника подходили под второй темп, глубины врывания. То есть все время в подыгрыше, в атаке команд действительно там, Виктор, очень хорошая работа, она видна. Вот, она организована. Но при этом были слабые стороны, и переходы, и выходы. Если, наверное, заметили, в первом тайме мы очень много выходили от ворот через розыгрыш мяча. Вот, и доставку мяча в зону Аделя по простой причине, потому что команда СКА, они старались всегда высоко подниматься, прессинговать, мы вытаскивали за счет опорных. Так же, как они с броками делали. Да. Я не скрою, эту историю как раз от сбровков я взял, потому что она рабочая. Это и конспект над броками 100% на высоко за флойки. Да, я обратил на это внимание, что это проходило, и Аделя очень много единобосс выиграл, тем самым мы сразу переходили на чужую половину поля, осуществляли подбор и разгоняли атаку. Единственное, конечно, подходы были хорошие, моменты создавали, в принципе, мне нравилось. Да, но в моменте, вот я говорю, некий раз фокус, потеряли чуть нить игры, немножко сбавили в движении, как будто бы, и неправильное перестроение, вот ошибка как раз в перестроении, когда соперник переключился на три центральных защитника, благодаря опорному, да, дали возможность дать проникающую передачу и, конечно же, подачу с фланга не доработали, пропустили, но, как бы, ход игры, я был спокоен в том плане, что еще, во-первых, очень много времени было, и мне нравилось то, как команда играла, как она действовала, я понимал, что запас есть, добавить можем. Вот, то, что по ходу стечения обстоятельств так случилось, что все было с пенальти, но это плоды агрессии в атаке, это давление, которое принесло свои плоды. У вас много народу, когда 4-5 человек приходят в штрафную, понятно, что вероятность, пенальти какого-то рикошета, она велика, если приходишь 1-2, понятно, никаких пенальти не будет. Да, и даже перед удалением комиса очень хорошо получалась игра нашей середины поля, то, что мы просили, мы обычно играем в 2 опорных, здесь мы при атаке, поэтому мы при атаке просили, ребят, крути треугольник, высоко, смело подниматься выше, защитника выжимать, агрессивно, агрессивно старались играть, и это все получалось очень качественно. У 2-го опорного поднимали в инсайдную зону, да? Да, то есть был атак из глубины, что постоянно поддерживал атаку, использовали ротацию, замены, в итоге мы пришли к тому, что когда понимали, что у нас хороший позиционный контроль есть, где уже возможности постепенной атаки, нужна была тоненькая передача, поэтому бирюка поднимали в десятку, для того, чтобы он отскакивал, искал эти зоны, и ребят направлял. В принципе, все получалось, немножко вот концовочки так не хватало. Шама, как нам за тебя не хватало здесь, насколько подробно ты рассказал план своей игры, что я прям в восторге, честно скажу, что опорный поднимает, в инсадную зону, что и бирюка вы здесь смогли использовать. вот этот момент, который, конечно же, повлиял, когда СК во втором тайме уже еще чуть ниже стал играть, где его с таким преимуществом, запасом играли. Удаление, ну, чистейшее удаление, понятно, что его спровоцировал Шама, ну, правильно сделал, почему нет? Правильно, гамма? Да, да, я на самом деле этот момент такой пропустил, я вообще не видел. Я думаю, что видел кто мало, потому что они там минуту крутили, потом повторил. так сказать, по-футбольному соперничали. Так случилось. Так, не, ну, чистейшее удаление, не справился с эмоциями, подвел команду, тут что говорить. Ну, и так же второй тайм. Второй тайм, да, кстати, при счете 1-1, когда сравняли, были ситуации, были ситуации, опять же, когда ты чувствуешь, что ты в большинстве, вот этого, знаешь, доминирования, вот этот вот статус, и как раз момент наказуемый, даже просто 10-15 секунд. По матчу с Fight Nights я это очень хорошо ощутил. Вот, когда есть схватка, ее надо держать и напор не сбавлять. Вот тут были моменты, при 1-1, были моменты острота возле наших ворот. Но вы в предыдущей игре, наоборот, все растолкнули с самка вам, когда вы играли в меньшинстве, и как раз любая там быстрая атака, у вас там не были две быстрых атаки, очень хорошие, где можно забивать. И так же СК, где там несколько раз выбежали. Да, выбежали, ну как бы пронесло. А тут уже понятно, что мы играли в атаку, старались, создавали моменты, нагнетали. Очень нравилось то, что мы поправляли эту историю, потому что хромала наполняемость, то есть не очень хорошо наполняли штрафную, а тут прям большим, хорошим количеством. Был бы очень рад, безумно улыбался бы, если бы Сильвестрич, наша легенда, забил бы этот гол, потому что человек в своем возрасте ни одной тренировки не пропускает, всегда с командой, за команду. Все ходит? Прямо играет совсем немного, но при этом такой фанатичный относится к биллу? Это неотъемлемая часть стана, человек, который очень хорошо коллектив держит. Ну вот тут вниз опусти, и задача была бы выполнена. Ну а так, да, острота, саутов, тоже стандартные положения, они всегда имеют место быть, вот сейчас. Ну, ваше давление, в конце концов, привело к второму пеналити? Ну, как будто бы, да, и в принципе, они очевидны, моменты, да, 100%, мог быть и третий. Могло из как избежать, могло, конечно, но то, что пенальти очевидны, это 100%, тяжело, тяжело, когда ты находишься под давлением, обороняешься, конечно, ты немножко иногда, вот, столкнувся теряешь. Все ошибки совершаются, а то, что я честно после игры, Викторович сказал, ну, не то, что я сказал, Викторович, извини, ну, блин, есть, внутренне было такое, что два с пенальти, победа, у них еще удаление, знаешь, как будто не ложится на душе, ты понимаешь, что это как-то вот с одной стороны звучит, ну, блин, удалили, еще два пенальти, но в любом случае, пацаны молодцы, такой тяжелой игре, два с пенальти, за счет их работы, за счет их действий, напора, они это все заслужили. А вкратце по СКА, в двух словах, что скажешь? Слушай, я СКА всегда хвалил, и Викторович работу всегда высоко оценивал, очень нравится то, как он в любой команде, куда бы он приходит, да, у него такая вот, я условно там старался от матча в матч подстраиваться, где-то играть его соперника, Викторович наоборот играет всегда от себя, мне это очень нравится, видна работа, игра в атаке очень интересная, вопросы обороны, переходных моментов, но это проблема, я думаю, у всех команд в медийной футбольной лиге, у всех, вот, но нравится, эти секундные выключения есть везде, то, как вот, так знаешь, стратегически, позиционно, команда в атаке действует, ну, Викторович всегда, я вот только могу слова, хорошие об этом все сказать. Еще раз спасибо за подробнейшие разы. Продолжаем, дальше у нас Амкал Лотос, вот как раз прям очень, если вот с мосторонним и болельщику, очень смотрибельная игра получилась, мы увидели наконец-то, что Панов, тренер Амкала, действительно зашел в медийный футбол, показали крупнячком, вот он там, теперь в своей атмосфере, вот этот вам мат, мне прям понравился, я сейчас его прям слушал. Видно, что он, как он сказал, я не играю на камеру, это прям видно его эмоции. Чем мне самому нравится, как медийный футбол, то, что вот эти свои эмоции, если ты в проффутболе должен вскрывать, иначе ты красную карточку, и на трибуне будешь, игры 5 смотреть, то здесь ты их можешь прям не стесняться, а это еще где-то еще и поощряется. А кто-то без эмоций может игры пропустить. Вот это мне не нравится. Ну, почему я кайфую от этого, потому что действительно, вот этот эмоциональный фон, который здесь есть, он приветствуется, и ты прям Николаевич, ну, Панов прям открылся здесь, прям по-новому. Ну, здесь прям хорошая игра. Слушай, я предполагал тяжелый матч для МКО. Подписчики, которые подписаны на меня, и слушали мой прогноз, они мне говорили, что это все чепуха, но я действительно, Lotus очень удивил в первых двух турах. Команда агрессивная, максимально подвижная, хорошее взаимодействие. Видно, команда играет на сильных сторонах своих. То есть, без какой-то... А сильная сторона, это у них это атака. Атака, и ничего лишнего, постоянно бегут, добегают, дорабатывают. Очень большую роль играет еще Юрий, капитан команды в середине поля. Который баланс держит там. он как раз является таким футболистом, балансирующим, который связывает и линию обороны, и атаку. И в целом все как-то надежненько, да, у них каждая игра азартная, но они молодцы за счет сильных сторон, и понятно, что у МКО были проблемы, потому что этот матч, да, не хочет, тяжелый был. Честно говоря, вот меня вот как раз очень было интересно посмотреть, потому что две первые игры Лотос впечатлил, честно скажу, игрой в атаку, но немножко такой бесшабашный был футбол. Мне интересно было посмотреть, как на фоне хорошо организованной команды, ну, они здесь, Амкал создала моменты, понятно, но это не было как системы, не было такого, что прям постоянно давление. В целом, такой вот, они выбегают свои быстрые атаки, создают моменты, поэтому вот сейчас Лотос действительно можно понимать, что действительно прям конкретно способная команда, это было понятно, да, это игра, но я имею в виду, что она может топом, не то что оказывать сопротивление, она их может и обыгрывать. Это по этой игре все спало понятно. Да, да, очень, она в принципе и в том сезоне, с точки зрения по качеству игры, она хорошая была, да, у команды единственное, как будто бы не хватало вот этой вот стержни для того, чтобы вот в матчах не плыть и доигрывать до конца. Они, к сожалению, рушились после там первого пропущенного гола, хотя при этом всегда имели очень хорошие шансы на победу и даже во многих матчах они по качеству выглядели лучше, чем Гранды, с которыми они играли. Но вот хватки не хватало сейчас, команда такая зубастая, агрессивная. Ну, мне как раз казалось, в том сезоне не хватало такого баланса, они были заточены на атаку, где-то пропускали быстро атаки, а сейчас они как-то с этим справились, нет такого, что они там остаются. Вот как раз тот момент с Николаевичем сейчас будет по-новому. Где он проявил себя в полной мере. Мы это промотаем, вот и заварушку. Очень конкурентная игра на встречных курсах, первый тайм, и все это, конечно, смотрелось. Смотрелось, да. Ну, для стороннего болельщика, который просто пришел, никому не симпатизирует. Прям смотрибельная игра. Я прям получил удовольствие именно и от качества, и от того, что они отсиживались в обороне, исследовали моменты. Вот опять же, тут прям глинейший момент. Просто получилось, что у нас на линии оказалось. Вот Декстер тоже. Первый сезон, когда я его помню, заходил, он такой был медийный, знаешь, занимался всякой фигней, непонятной. извини, перебиваю, он в этой игре тоже займется хуйней непонятной. Медийный, непонятный. Запикаем. Вот. Но я хочу отметить, что когда он вернулся еще в том сезоне, он от этих вещей отошел, и он прям ярко выделялся. То есть очень многие медийные, которые были в первых там сезонах, они сдулись, честно говоря. А он нет. И он пришел, и он на уровне, на серьезном уровне, который сейчас есть в МФЛ, он не теряется. Мне вообще нравится, как он бежит в свободной зоне. Да. Он рискует, обостряет. Прямо действительно. Я говорю, для меня это такое, не скажу, что прям откровение, но как он играет, мне очень нравится. Мне кажется, это такое олицетворение вообще команды Лотц. Такой бесшабашный футболист, бежит, обостряет, рискует. Я говорю, матч на встречных курсах, моменты у тех и других. И скрипы, конечно, олицетворения. Это легендарный, легендарный. Немножко интриги мог создать в конце первого тайма. Ну, и тот момент, который в том тайме, где на первую роль выйдет, вот, давай мы, во-первых, гол, который в конце концов не засчитают. И заполня в центре поля. Ну, и давай перемотаем. Как ты к этому относишься, медийности от Декстера? Сейчас. От Дехтера. Декстера. Дехтер. Где он? Кто-то Дехтер, кто-то Декстер. А, его Декстер называют, да? Ну, я просто сериал смотрел, ставлю Декстер. Я его тоже. Мне очень нравился. Беру челлендж Амкау на поведение Декстера. Вот. Он же записал еще фантастическую песню перед игрой. Такая на любителя. Слышал? Ну, я не слышал, как бы, но он наслышан. Ну, это примерно вот в таком формате и песни, которую он показал. Честно? Допустим, для меня это не очень хороший момент. Ну, такие прецеденты были. Вот у Сона мы со Скай играли, Краво вот так показал. Вот так. Скамейки наши. Пропустили, естественно. Ну, пропустили. Была ситуация у Крапа там во втором сезоне, он показывал. Баси тоже так делал, когда мы там выиграли Броков. Вот. Не знаю, если мы вот тип медиа, но главное, чтобы это просто не привело к плохим последствиям, условно. Вот. Не сбудоражило болельщиков, которые могут выйти. Ну, наверное, с этой точки зрения как будто стоит перестрофовываться. Как бы, ну, как вроде. Тут была трактовка, что он показал это болельщикам. Ну, поэтому, типа, так как болельщикам показывают, это уже как бы хамство, это никак не может спрощаться. Я тоже воспринимал, когда болельщики там в адрес команды, условно, которые они там плохого ничего в адрес болельщиков никогда не делали, в команде там они там плохие высказывания себе позволяли. Я тоже в этом плане, у меня и с Броками были такие конфликты, когда я президента выговаривал. такая, да, вещь. Она опасная, чреватая. Но, если этого будут придерживаться все и теперь постоянно, то окей. Если это сейчас в этой ситуации вот так, а потом мы опять увидим кого-то за это простят, ну, тогда будет вопрос. А так, Амкал в большинстве конечно же давил, создала моменты, ну и тут случился момент, который мог перевернуть, но в конце концов все-таки не перевернул, но Лотус не отсиживался, где-то выбегал быстро атаки. Как будто бы, как будто бы и в меньшинстве не играли. Ну, понятно, что тяжеловато было, но вот эти атаки, они большим количеством входили в атаку. в четыре меньшинстве добежали штрафную, но это прям действительно удивительно. Хороший очень гол. Как академики с палочками разобрали все. Хороший гол по исполнению. Я говорю, ничего лишнего, ничего лишнего, и такие голы у них есть, они, говорю, разбираются на коротке, ребятки все быстрые, техничные, конечно, тяжеловат. Тренер Лотуса себя в этой игре очень ярко проявил, эмоционально. Два тура спокойно было, два тура спокойно было. Два тура все шло по его конспектам, поэтому... Матч с лидером, матч с одним из фаворитов. Ну, матчи там, условно, не в обиду, с чистой Питером, матч с сам Калом, конечно, для тренеров разные эмоциональные составляющие. Ты тут настраиваешь, хороший гол, хороший гол, ну и потом, конечно же, тяжеловато, когда психологические атаки, напор соперника, и красный мяч, всеми любимый. Вот. Тут, конечно же, вносят свои коррективы, давление, оно такое, ты не говорю, вот сейчас смотрю, обращаю внимание, что очень тяжело командам, те, кто в меньшинстве, и вообще в целом обороняться долго, проседает, все-таки додавливают. А МКЛ, та команда, у которой очень хорошее давление, потому что центральные защитники очень активно участвуют в атаке, когда они чувствуют контроль и превосходство над соперником, они очень глубоко отправляют защитников центральных. Здесь ситуации... А здесь в большинстве Имаи-то практически вообще нападающего, Имаи-Назар, Имаи-Нам забил в матче, да. Вообще, в целом, по этой игре я всегда рябу очень высоко оценю. Про Васю говорить не буду, тут для меня все понятно, очевидно, человек только, как сказать, с сезоном еще лучше становится. Ряба очень большой обьем делает, но у них наполняемость очень хорошая. Это я еще в предыдущей игре отметил с вами, они приходят по 4-5 человек при фланговых передачах, конечно, где-то кто-то кого-то потеряет. Сто процентов. Тут мы с тобой согласны. Ну, здесь посмотрели, как бы мы что-то было. Да, спорный момент. На самом деле, вот был бы я защитником, конечно же, я бы сделал, я создал бы полное впечатление того, что мне как-то прям действительно... Попали очень больно, да? Ну, конечно, здесь есть контакт. Есть. Этот контакт первый. Вопрос от того, как судья судят, по какому градусу игры. Да, да. Вот. Если матч, весь матч протекал в таких, знаешь, серьезных таких баталиях, так скажем, единоборствах, наверное, для кого-то это не фол. А тут... Ну, я бы, честно говоря, я таких просто в своей карьере много забивал, поэтому для меня это не фол. Я так продавливал за счет своей массы, роста. Я люблю такие голы. Ну, а так, амкал с победой. Они сейчас, насколько я понимаю, между собой опять играют. У сейчас будет градус вообще запредельный. Да, да, да. Вот эту игру, условно, очень интересно посмотреть, потому что они снова играют. И эмоциональный фон будет просто запредельный. Переходим дальше. Десятка с летэмеджи. Как мне кажется, Десятка в своем графике играет, немножко не успевает восстанавливаться, немножко не те скорости, которые от них ждут. Понятно, что по качеству футболистов, как они мяч держат, как расставляют, все здорово. Но, как мне кажется, не хватает агрессии, скорости. Может быть, связано с тем, что они вот тут сыграли, сколько там они... Я вот считал, там 4 игры за 16 дней у них получилось. Общаясь вчера после матча, да, складывалось ощущение, что ребята немножко, так сказать, посетовали на то, что физическое состояние тяжелое было в этой игре. Они признали то, что прям очень много проблем литы создавали. Было тяжело как-то переключаться, выдавливать из себя. И иногда, иногда, говорю, смотря на состав, ты понимаешь, это прям вау, ты очень хорошо балла, Аба, Белый, это хороший центр. Плюс есть еще Витя Свежов, есть еще Пантелеев, ну там ротация просто сумасшедшая. Вадик Стеклов, да, там без потери качества, где-то даже с плюсом. Да, ну у старших точно выйдет, которые на цену футболистов. Ну у старших, опытные ребята с хорошим бэкграундом футбольным, вот. Но иногда, когда десятка вот увязывается в это постепенное нападение, раскаточку, контроль, это все здорово, они иногда, говорю, вот этот момент возникает, разрывов, больших пространств, и, конечно, соперники сейчас все плюс-минус уже имеют понимание, как обороняться, как играть за счет пространства. Конечно же, Литеннер же это тоже в этой игре использовали, потому что, ну, десятки, честно говоря, не особо прям так все получалось в атаке, по моему мнению. Тяжеловато, тяжеловато, все через борьбу, единоборство, но вот таких, таких мы привыкли видеть, условно, там, от десятки, интересных взаимодействий, а так, вот, не сказать, что прям так много было. Литы здесь прямо, как правильно сказал, как мне тоже кажется, очень хорошо убегали в свободные зоны, они ими пользовались, ну, у Литы Энержин тоже очень хороший, подбор футболиста шикарный для нашей лиги. Ну, по первым турам, я вот первую игру, когда посмотрел, я сразу от себя, ну, для себя отметил и Гагиты, и Хукцидзе, и Айк, и те футболисты, ну, я их знаю, да, но очень, очень такой, знаешь, симбиоз чувствуется, и взаимодействие хорошее. Рината Гаги, ты знаешь? Лично? Ну, я лично не знаю, но я просто, ну, он всегда мелькал у меня, то есть, я просто его помню по дубле Тульского Арсенала, он там очень хорошо смотрелся, выделялся, ну, это было лет 10 назад, потом он пропал, и я вот в первом туре вижу панда, думаю, ну, ну, панда, мне он понравился как футболист, смотрю, это Гагит, и Рината, я его просто не видел, если это как в футбол играет, в очень хорошем уровне. Я, честно, если не ошибаюсь, кто-то мне его тоже предлагал, фамилию, да, я его как бы знал, просто мне не нужен был, но вот эта фамилия тоже фигурировала. А тренер Виктор Былатов, когда тренировал Асеналту дубль, он говорил, что этот футболист вполне вероятно может дорасти до первой сборной, это были его слова, он ему очень нравился, да, вот такая история, я просто давно его не слышал, вот в моем поле зрения. Ну, очень хорошая середина, очень хорошо разгоняют, у них хороший контроль, поле видит хорошо. Вот один из нападающих, который мне очень сильно нравится, это Руслан Курбанов, я его еще знаю, когда в сборной азербайджаном там выступали, он-то вообще там в молодежке, в лотусе был там, да, да, он набрал форму, он долго не играл, в лотусе он за счет работы постоянно играл в практике, и то, по мнению, его не так чуть использовали, он сейчас набрал форму, заново вернулся в футбол, еще возраст вполне комфортный, и он очень тоже много, большую работу выполняет, он качественный футболист, вот помогает команде в атаке. Вот это, конечно, шикарнейшее исполнение, вот что значит в нашей лиге, когда появляются, да, исполнители, мастера, это, можно сказать, про Терехова, который там в игре с кем-то там, с Амкалом, когда плюс-минус равна игра, моментов немного, отскочил под левую, на тебе, 1-0, девятку, здесь тоже, во-первых, здесь, конечно, потрясающий подкат от Воробьева, так помню, да, там такое давление, но здесь, конечно, ну это бильярд, это просто, да, насколько снаспокухи, ну так можно сказать, таким варгоном. Я говорю, вот такой момент, переходный момент, эпизод, да, вот в такой зоне, вроде бы, с одной стороны, безопасный, когда-то на контроле, а тут команда включается в отбор, причем включается Воробьев, игрок в линии атаки, в подкате, при этом, что бросается в глаза, говорю, расположение футболистов, они так подобрались, что они здесь даже, численное преимущество, большинство, если посмотреть на литов, расположение очень странное, потому что, очень много игроков, десятки вокруг них, но они как-то, очень широко располагались, контроль был, передача была не совсем надежная, и, конечно, на переключение они, долго среагировали, ну а то, что Пантелеев исполнил, ну вот здесь, как бы классический, когда ты вводишь, красота, красота, надо думать о возможной, как бы, ответной атаке, здесь элиты раскрылись, можно сказать, попались на этом, тут, ну тут, даже больше, еще раз, здесь респект больше Воробьеву, который вырвал такой, не безнадежный, в таком жестком подкате, атакующий игрок, он мог не пойти, и как бы, никто бы ничего бы не сказал, но вышли они оттуда, ну и все, а он пошел, и вот использовал этот шанс. Здесь скорее респект обронить, которые люди, которые пошли в давление такое, агрессивное, и, конечно, когда уже в раскрытых позициях, не успели. Ну есть ощущение того, что как будто литеренджи чувствовали, что они по этой игре чуть получше, знаешь, и вот это вот. Может быть, они хорошо контролировали мяч, да, 100%, мне тоже так показалось, а не таким, казалось, ну все, все, мы сейчас, вот здесь момент еще. Ну, Игорь, все равно моменты-то у них не прекратились, они были в вопросе к реализации, и десятку стоит отметить, что дотерпели, потому что, ну, такие матчи тоже копилочку. Это 100%. Вот, получилось оставить. Через такие матчи, может быть, десятки-то и легче их пылов подходить. Да, потому что, когда они в группе там в том сезоне там по три всем забивали, а потом попали под соперников, которые там более организованы, более там навязывают борьбу, где-то им уже и даже когда там вот эти пересечения, игры пошли с другими группами, помнишь, они там уже начали проблемы испытывать. Ну, вот в матчах, да, таких тяжелых, где надо терпеть, где фокус, да, характер. А сейчас... Где одного вот этого мастерства не хватает. Да. 100%. А сейчас вот они эти игры вырывают, они и с родины там плюс-минус дожали, пенальти, но все равно выиграли. Вот эти моменты, они могут им помочь в дальнейшем. Ну, как говорится, не без стычек. Конечно. Как раз Гогита, полчаса стал. Чуть подтолкались. Ну, здесь, видишь, Гогита не отреагировал так, как Комис. Согласен, да, согласен. Это мы удалили. Десятку с победой. Лит Эннерджер хорошее впечатление оставляет. Нет, 100%, 100% команда очень интересная. Я говорю, думаю, еще наберут. Ну, в этом сезоне, честно скажу, ну, наверное, по футболе может быть только банка, да, так согласись, остальные, насколько все так плюс-минус. Ну, да, но банка, немножко, наверное, Демедиа будет тяжеловатой. Демедиа будет чистить Питером чуть-чуть, да, остальные, вот эта группа. Особенно вот следующая игра у нас, To Dross Broke. А я бы вот эту игру не смотрел, это самое интересное. To Dross Broke Boys, прямо, насколько, опять же, я говорил про смотрибленность обычному зрителю, это очень хорошая игра, хотя и закончилась 0-0, но это те 0-0, которые стоит смотреть, которые интересные, и которые со множеством моментов. Ну, здесь мы думали, как мне казалось, Дроты, небольшие кадровые потери, казалось, могут просесть, но это им не помешало, и как мне, опять же, показалось, играли с давлением, играли с преимуществом в первом тайме. Понятное дело, что Broke тоже своими козырьми пытались пользоваться, это бежали свободные зоны, какой опасный момент для здоровья, конечно же. Но в целом, и Дроты и по моментам были ближе к голу, и вообще, в целом, владели инициативой, и в этой игре, конечно же, три гравейших момента, которые, как можно было не забить, это такое в футболе бывает, чтобы один-два за игру, но чтобы три не забивали, там, плюс-минус пустые ворота, такое себе сложно представить. Но опять же говорю, что прям игра очень... Я был, как раз был в дороге, ехал, готовился к игре, но в этот момент был не на трибуне, а на обровке, и, как тебе уже сказал перед эфиром, мне показалось, что где-то нахожусь, где-то ФНЛ, вторая восьмерка, зрители гонят, прям действительно очень хорошая поддержка, темп игры, очень хороший был, вот этот уровень борьбы, чем выше уровень борьбы, тем выше уровень чемпионата, или наоборот, скорее. И он прям все здесь, скажу так, все было на очень высоком уровне. Ну, вот я говорю, вот игра такая интересная, обоюдно острая, и у тех, наверное, у Брокова с точки зрения качества, наверное, чуть они похуже играли, а вот преимущество было у Тудроц, вот, ну, а с точки зрения моментов, просто, я говорю, и тут убойные позиции были у Брокова для того, чтобы забивать, и Тудроц, и отмечу то, что Броки очень хорошо используют своего вратаря, в своих матчах, который... В предыдущей игре забили, вот с такой же формой, Алиша, Честно, один из топов, вот я по воду мяча, Сорби сидели вчера на трибуне, в шоке был, очень хороший вод мяча, используют, вылетает, очень мощная, крепкая, причем техничная, достаточно умная игра в атаке, и они, конечно, старались тоже использовать пространство. Непривычно видеть Тудроц в постоянном, таком, знаешь, постепенном нападении, потому что Тудроц тоже команда такая, на переходных... Часто дают мяч, ловят на ошибках, что и с нами было, да. А тут прям неслись, очень агрессивно в атаке, но, конечно, фиаско было вообще. Несколько фиаско. Но это очень смотрелось, вот 0-0 первого тайма, и не было ощущения того, что 0-0, то есть я смотрел, и мне нравилось, и я у себя там в телеграм-канале написал, что это по мне там одна из лучших, ну, лучшая игра. Да, нет, бывают разные 0-0, здесь, понятное дело, 0-0, за которую хочется смотреть, за которую переживаешь, за которую ты точно не понимаешь, что ты в процессе полностью увлечен, и эмоции вот этих тренеров, и все это, там нерв, он прям чувствовался. И в этой игре как раз качество футбола было очень хорошее. Да, да. Если, допустим, когда Дрота Самкалом там 0-0, но они здесь с качеством футбола и потери, и ошибки было много, как нам казалось в первой игре, то здесь, конечно же, уровень футбола был на очень хорошем. А тут прям встречная игра, достаточно качественная, и атаки различные были, и позиционные, и быстрые вылеты. Причем они были с двух сторон, и броуки бежали атаковать, никто не отсиживался. Единственное, что, конечно, не хватило в этой игре этого гола, но с таким количеством моментов, я думаю, для болельщиков, то, что она еще перешла в серию Bull Lethality, для болельщиков, это еще больше, как вишенка на торте получилась. Ну, все постоянно в интриге вот так находились. Я говорю, игра классная. Ну, а Bull Lethality, это уже такая история. Скорее всего, как по мне, в лотерее. Ну, как по мне кажется, опять же, броуки-то, точнее, Дроты были ближе к победе, они больше создавали, но эти, конечно, три галевейших момента, мы не можем их не учитывать. Заслужили они победу, в конце концов, не в основное время, а по Bull Lethality, все, в принципе. Лишний раз продемонстрировали, да, продемонстрировали то, что команда, несмотря на какие-то потери кадровые, она уже адаптирована, она может терпеть, такая, знаешь, чисто кубковая. Да, да, да. Это как будто условно ЦСКА в свое время, когда я еще играл в футбол, вот они могут играть не очень, хотя не скажешь про эту игру про Тойлос, но они все равно понимают, что они свой момент забьют, они выиграют, и тут прям Дротт такие становятся. Здесь они играли хорошо, давили, поэтому нам с ними играть, как ты сказал, будем готовиться по конспектам игры в недельной давности, потому что в целом, как мне кажется, мы в принципе рули неплохую игру, есть, конечно, погрешности, надеюсь, мы их сможем исправить. Так, Дротток с победой очередной, Броки, удачи в дальнейших играх. И у нас заключительная игра этого тура, здесь, наверное, больше я уже, Fight Night с Родиной медиа. Могу расслабиться и послушать. Ну, Родина медиа на самом деле всегда играет полицейский футбол, они часто отдают мяч, так и в среднем блоке двигаются, если уж так, как говорит Вася, такие в нудятину впадать. Так и здесь получилось, мы, на самом деле, игра моей команды очень понравилась, мы действительно были много на мяче, мы создавали давление, не понравились, честно скажу, два эпизода в игре, там, пятиминутки старта и пятиминутка первого тайма, где мы просели, не знаю, почему, надо разобраться, но остальное время мы были на мяче, мы давили, мы шли в высокое давление и самое главное, что он действительно нас проходил, потому что Родина не та команда, которая будет там долбить мяч в длину, если это не позволяет, мы им не дали разыгрывать короткую через Алекса, мы там условно ликвидировали в начале атаки за счет давления, у них было, получалось много длины, поэтому, в принципе, как вот я планировал в игре, даже можно сказать, я так и планировал в идеале, так и получилось. Единственное, что нам не хватало, это голода в последней минуте, мы даже и в этом моменте создавали моменты, давление было хорошее, ну, прям такие полумоменты, подходы, как говорят, их было очень много, но, как я считаю, что футбольный бог в этот раз нам то, что мы заслужили, отдал. Кстати, по Алексу интересно, то, что ты сказал, что задача была ликвидировать Алекса, и чтобы они длину больше играли. Да. А, допустим, я когда к играм готовился, я наоборот старался, чтобы больше играли через Алекса, потому что у него есть такие моменты, что он бывает заигрывается, начинает обыгрывать, из-под него ловить, да, из-под него. Видишь, наоборот, ну да, у Родин Меди длина, конечно, это та история, которая уже годами, так сказать, наработана, и, кстати, они потихонечку снова как будто бы к такому уже возвращаются, и предыдущую игру смотрел, снова, знаешь, такая мощь определенная в атаке, настырность, скорость, это все приходит, и, ну, тяжелый соперник, очень тяжелый. Тяжелый, 100% тяжелый, ну, тут единственное, что, конечно, что Дима Тарас все-таки из-за возраста, Кент, Прокоп, они не очень хороши без мяча. Да. это создает преимущество, ну, и нам в этой игре создало преимущество, потому что, действительно, отнимать им тяжелее, чем быть на мяча. Мы здесь заставили их бегать без мяча, соответственно, они уставали, и во втором тайме, там, условно, с каждой минутой мы понимали, что давление усиливается. И меня потом спросили, почему я был так спокоен там в процессе игры, потому что я понимал, что, действительно, игра складывается хорошо, и тут даже их не надо подгонять, пацанов. Вот этот нерв, который они поддерживали, этот драйв, он прям был на протяжении всей игры. Ну, и во втором тайме молодцы, мы еще добавили, добавили агрессии. Ну, кстати, у нас здесь еще первый пенальти, возможно, был, мяч попал в руки, но в руку. Ну, по трактовке, там, условно, там была прижата, как обычно трактовки бывают. Трактовки бывают разные. По мне, я прям сейчас сказал, по мне было проще, как лет 10 назад попал в руку в штрафную, и судья уже делать нечего, рука все пинается, и не надо никому объяснять, прижата, не прижата. А здесь... Кто этот момент, кстати, пропустил. Как сейчас сказал, если не был в руки, он сам попал бы в трактус, поэтому... Ну, по мнению, да, в принципе, площадь тела не увеличивает. На самом деле, родина медиа, игра, я там, скажем так, достаточно низко, но тут, на самом деле, в этой игре, может быть, это и логично, потому что наши нападающие быстрее, смотрим, как на Щерба от Мура уходят. Ну, да, кстати, я в какой-то степени комплимент, комплимент вашей игре, потому что очень много на переходах выловили и улетали с родиной. Таких моментов, ну, честно, тяжело вообще добивать. Да, они очень плотно играют, вяжут и впереди, и сзади, а вы прямо на таких пространствах достаточно больших. Тут респект нашей команде за это, потому что они находили эти пространства и бежали у них. Правильно, ты говоришь, с родиной их, при счете того, что родина ведет в счете, их находить чуть-чуть не жжут. Да, да, а тут они, да. И, конечно же, вот тут спорный момент, по мнению Саши Текилы, мы его промотаем, а вернемся уже к нашему голому горбанец, передача. Опять же, вот это давление, как ты говоришь, в 5-6 человек штрафной, подбор. И здесь Острик сыграл, пытался играть на добивание, сбили, пенальти красным мячом, уверена реализация от Абы. А чем еще можно мечтать, а? 100%. Эмоционально для тренера, мне кажется, лучше ничего. Просто красный мячом 11 метров. Ну, что стандарт, Абы, я думаю, там сомнений вызывает. Кстати, Абы молодец, он всю неделю не тренировался, у него реально нога была такая, там, отек сильный, но вышел на игру, укололся, и в втором тайме именно выход и воду, мне кажется, тоже очень сильно команду и эмоционально, и, конечно же, Абы для нас очень важны, ты всегда это сам отмечаешь, Абы и Гадзи для нас важны для организации. И они действительно, может, за счет и то, что Абы вышел, мы прям действительно прям на контроле мяча обстали, прям, можно сказать, тотальным, много водили мячом. Костяк был целый, и, в принципе, говорю, такая игра тоже интересная, вырвали победу. Все в рамках регламента, все напором, и отлично, я, честно говоря, вас могу туда поздравить. Пацаны с победой, респект вам, Родин Медиа, дальше удачи. Шам, такой вопрос, смотри, задумывался ты когда-нибудь о профессиональном футболе, ну, в плане тренерства? Честно, вот, про профессиональный футбол пока не думаю. Пока не думаешь, да? Пока не думаю, но много сложностей, потому что лицензии тяжело сейчас, я не могу пойти на Б, потому что там все занято, ЮФЛ, и это очередь не один год. Это я знаю. Это не один год, не знаю, там, касаемо там свою игровую карьеру, но, по-моему, мне 10 с половиной лет, до 10 не хватает полгода контакта. Вот, я не могу поступить, к сожалению, пока приходится все где-то оттуда черпать, вот, саморазвитие, так скажем. Но в медийном комфорте, в медийном футболе тебе комфортно, правильно? И комфортно, и как будто бы еще хочется, ну, за что-то побороться, что-то выиграть. Тогда уже, после этого, если там почитывается еще один трофей выиграть, там, тогда можно будет, там, задуматься. А тенденция тому, того, что сейчас профтренера, прям действительно профтренера, Панов, Колыванов зашел, это, как думаешь, продолжится, медийный футбол не заходит? Ну, прям люди с тренерскими именами. Панова знает в тренерском сообществе, про Колыванов вообще ничего не говорил. Ну, я думаю, культ начался. Культ медиалиги. Ну, да, вот в этом. И то, что тренеров начинают приглашать, я думаю, это все продолжится. Хорошо для медиалиги или нет? Честно, я думаю, нет. Нет, хорошо, хорошо с точки зрения, если это, знаешь, ну, Вамкал там пришел. Но вот во многих командах, которые не являются такими по масштабу, мне бы, допустим, хотелось, чтобы это была та зона, где, допустим, молодые специалисты, неопытные достаточно, которые там могут получить возможность сразу окунуться в взрослый футбол, поработать и здесь как-то саморазвиваться и чего-то достигать. Это круто. Учились и набивали гонщики. Да, и это круто. Понятно, что есть очень много специалистов, которые гораздо опытнее, они сейчас придут, тебя вот так вот уберут и все, это проще всего сделать. Но хватит, чтобы клубы этим тоже озадачивались, чтобы развивать и потом говорить в перспективе, что это человек, которому мы там помогали, да, путевку в жизни. Ну и на самом деле история с профтренером тоже спорная, они будут многим не согласны здесь, мне кажется. Здесь как бы специфика, она есть. Я первое время прям терялся, вот когда у нас там первые, там, предыдущий сезон еще были немножко менее профессиональные. Когда все опаздывают, когда непонятно, чем на тренировке, кто-то что делает. Потом позвонили кто-то, говорит, я с ребенком, оказывается, на Офлэл играл, а так тоже первые сезоны были. И заключительный вопрос, вообще, как ты попал в медийный футбол? Как это произошло? Через знакомых и как это изначально? Я вообще скажу так, что я напросился, вообще в медиа, так получилось, что это все по моей инициативе было. Я тогда играл в Офлэлл в Титане, и опять же, отматывая назад, Лига Ф. Был турнир, много команд различных, там призовой фон был, телевидение, вот это тогда медиа было, там по две ПТСки приезжала на ЛФЛ, на юго-западную, на эту площадку, ПТС, там дроны, все летает, там съемки, я говорю, что за турнир? И Дима Бушуев, он тоже играл за это ничего обычного. Я говорю, Дим, заяви меня, я говорю, ничего обычного, я говорю, тоже готов, он говорит, Шам, там типа денег нет, да я говорю, все равно, безусловно заяви. Просто очень интересно. Да, и я залетел, в итоге получилось так, что, блин, мы каждую игру еле собирались, я не пропускал ни одной игры, подписался, просто умирал, да, и вот поиграл турнир, мне вот начало понравиться, потом я очень много провел в Творческом объединении, ничего обычного, издание Чалом, Гошу Нурум, они меня окунали, я во всех съемках участвовал, коллаборациях, тренировал потом по итогу, я уже окунулся в МКС, и все, меня уже прям затащило, и вот в МФЛ меня уже конкретно СОС привел, вот, Готага. Маратыш, я понял, да. Да, он предложение дал, было три команды, там, которые можно возглавить, какую ты выберешь. Ух ты, круто. Вот, был Бэйсмент, была Волна, Велодром, которая по итогу, как-то она не появилась, эта команда, и еще там какая-то команда, я когда Бэйсмент спросил, что за люди, мне сказали, люди из творчества, танцоры, там эти такие диджеи, короче, такая тусовка, я вот их выбрал сразу. Говорят, какая-то легендарная команда, я ее не застал, но, говорят, именно в плане тусовок и отдыха. Ну да, умеет, конечно, вот, жена сейчас, наверное, вот так вот посмотрит, смотрит, ну, действительно, творческие ребята, и вот, когда я туда попал, вот, это был невероятный кайф. Первый сезон ламповый, и я вот в эту медику окунулся, я начал общаться с творческими людьми, какое-то мировоззрение стало меняться, то есть, я стал проще, ну, я же южный парень, знаешь, я начал проще многим вещам относиться, я понял, что люди, ну, не такие, какие могут, знаешь, когда ты с ними общаешься, и там, если вот там люди, танцоры, там, шоу-танцы победителей на ТНТ, там, Макс Нестерович, Пануфник, нам такие ребята были, да, Доминик Джокер приезжал, ну, то есть, такие люди, ты общался, позитивом заряжался, это такой импульс давало, хотелось работать с ними, причем люди не сочковали, они приходили, тренировались, представляешь, они вот, ну, такой, ты на них смотришь, как ты не можешь, и вот меня вот затянуло, и потом уже по стечению времени, там, перевал, что там, турнир, сезон был у меня, когда я за матч-то выиграл, и в реалити Араму помогал, когда мы с ним взяли сезон, немножко передохнул, все, к тренерству вернулся, тренерству через Титан, через сезон как игрока, и мне уже тогда захотелось как раз вот перейти уже там, контент, я там начал там, там, меня уже более-менее комьюнити знает, вроде там дружишь с ребятами, все, и начал общаться, и у меня прям вот, и тогда уже заключение про контент, про медийность, посоветуй, вот, у меня такой, это начало этого творческого пути медийного, может быть, два-три совета от тебя такого уже, гуру в этом, тебя знают, ну, тебя знают уже и помимо медиафутбола. Ну, я на самом деле, да, не сказать, что там цифры какие-то большие, но я на самом деле на это внимание обращаюсь, самое главное, первые два ты уже закрыл, потому что первое, это начать, просто не говорить, что вот я хочу, а просто берешь, начинаешь, снимаешь, неважно там, 200 просмотров, я не знаю, 300, я начал, мне 130 человек, 130 просмотров, у меня там видео 5 таких, потом бам, и потом стрельнул, мне просто самому понравилось, ну, я варюсь в этой истории, и то же самое, вот ты вот сейчас находишься, внутри, ты смотришь игры, в любом случае, я представляю, как это, сколько времени, ты все равно обращаешь внимание, даже иногда больше, чем на профутбол, ты про него можешь забыть, бывает, ты это берешь, делаешь, снимаешь, это уже хорошо, я думаю, что тебе это удовольствие, тоже, какой-то мере, приносит 100%, до момента 100%, я кайфую сейчас, это интересно, по мне, это самые главные две вещи, то есть, ты просто берешь и снимаешь, не обращая внимания ни на что, через критику тоже надо проходить, я угораю, когда мне пишут плохие комментарии, хорошие, мне пишут, и я этого не против, знаешь, взаимодействие с аудиторией, тоже тебе важно, и вот, ну, это вот самые главные вещи, берешь, делаешь, и главное, что с удовольствием, они не знают, через кнут, что тебя кто-то заставляет, да, конечно, через кнут, даже как будто бы для меня, третьего не дано, ну, и там уже со временем, когда ты начинаешь, ты уже переходишь в качество, когда ты чувствуешь себя, как рыба в воде, ну, как ты себя сегодня себя чувствовал, да, уже стол родной, просто тут много тоже, я наснимал, вот, поэтому, ну, я думаю, вот такие вещи, какие-то фундаментальные, я говорю, а так, даже пацанам в Титане говорил, вообще не переживайте, просто делать, и главное, с кайфом это делать, я вот внутри МФЛ, все, что я делаю, я сделаю с большим удовольствием, и даже несмотря на то, что уровень там рос, как тренер, я получал удовольствие от всего, понимая, что все тяжелее, все чуть закручивается, все строже, но при всем при этом, все с удовольствием. Ну, вот, если меня сказать, я кайфу от меди-лиги, что я скажу, там, я тебя тут полностью поддерживаю, Шан, пришел, сегодня все люди увидели, что они это знают, насколько ты глубоко в футболе разбираешься, я желаю тебе, уверен в том, что скоро возглавишь какую-нибудь из команды, уже не будешь, не как зритель, на большом исключении, как Чадротов, а будешь где-то в нашей лиге, мне честно скажу, очень приятно с тобой соперничать, как с тренером, с тобой тяжело, но когда тяжело, это интересно, это рост, потому что своими командами действительно всегда очень тяжело играть, ну, о том, что ты стал чемпионом, это мы даже не будем лишний раз повторять. Все, спасибо, еще раз, все взаимно, все взаимно, встретимся, пока тоже отдохнем, посмотрим, теперь буду за всех переживать, будут смотреть, кто мне симпатичен, и таких тренеров, думаю, тренер 3-4 соберется, буду болеть, переживать, поэтому в этом плане вам еще раз спасибо. Я надеюсь, в этом списке, в трех сторонах. Спасибо. я же хвалил, я критиковал, я тот человек, который критиковал, но все было по делу, потом я наоборот, да, я вначале критику помню, в первом сезоне, там где-то не это, но потом ты как бы риторику поменял. Я не предвзятый, никогда никому стараюсь всегда все объективно делать. Согласен. Еще раз спасибо большое, что пришел и поддержал нас. Всегда рад. Ну, всем до свидания, спасибо, что посмотрели, пишите комментарии, хорошие и плохие, как сказал Шамы, рады любым. Самое главное, пишите комментарии, обратная связь всегда важна, я думаю, будет приятно. Всего хорошего, еще раз до свидания.